Привет, я Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Моего гостя охватил Божий огонь, и в какой-то момент он сказал, «Хватит, мое тело этого просто не выдержит». А вы бы сказали Богу «хватит»? Да, обязательно сказали бы. Мы узнаем, что было с ним дальше. Существует ли сверхъестественное измерение? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественно». Донкан Смит, вот это жизнь. Ты родился в семье пасторов в Нигерии. Они любили Бога, и ты это у них перенял. Но тебе не нравился их образ жизни. И еще немного о твоем детстве. Да, на самом деле они были очень искренними, и всем сердцем любили Иисуса. Но в то время было столько религии, свойственной людям в церкви. В итоге наша жизнь была лишена чего-то захватывающего, настоящего, и я бы сказал, свежего. Не хватало веселья. Жизнь была неинтересной, скучной. Одни только правила и постановления. Я правильно тебя понимаю? Да. Когда ты подросток, тебе нужно не это, не это. И какое же ты принял в итоге решение? Я был непокорным. Я чувствовал внутри, что Иисус – это истина. Но я не хотел иметь ничего общего с тем, во что верили мои родители. То есть Бога-то я любил. И ты ушел? Но расскажи о странном сне, который ты видел. Да, на пике моего подросткового бунта я начал очень сильно выпивать, потому что искал удовольствие этой жизни. Какое-то время я был их лишен, и мне казалось, что это истина. И вот посреди его вальяжной жизни Бог услышал молитвы его родителей. Теперь расскажи нам о своем сне. О чем он был? В этом сне мы улетали на самолете из аэропорта в Нигерии, но вместо того, чтобы взлететь, самолет вдруг начал снижаться и, ударившись о землю, взорвался. Вокруг был очень густой белый огонь. Я не увидел там ни моих родителей, ни моих братьев, но там было много людей, и все они вопили от ужаса. Я осознал, что нахожусь в аду. Я понимал, что это место, откуда уже невозможно выбраться. Я весь горел, и не метафизически, а буквально. Я чувствовал, как горит мое тело, но самого тела я при этом не видел. Но я понимал, что мучаюсь от боли. Это была ужасная, агонизирующая боль. Она все нарастала и нарастала, и все клело на моем теле. Повсюду были крики людей. Собственно, я и проснулся от громкого вопля. В ужасе я потянулся за сигаретой, но этот сон оставил неизгладимое впечатление. И вскоре после этого я пережил удивительную встречу с Иисусом. Она перевернула меня. Такого я точно не ожидал увидеть. Тебе было около 20, да? Да, в то время у меня была девушка, чьи родители, как и мои, были миссионерами в Нигерии. Они за меня молились и убедили меня пойти на одно христианское собрание. Обычно я заходил на территорию церкви только поиграть в спортивные игры, но в этот раз они убедили меня зайти на служение. Я услышал Евангелие и ощутил сильнейшее обличение во грехе. После этого сна прошло совсем немного времени. Когда проповедник сделал призыв к алтарю, я выбежал через боковые двери. Я побежал по тропе на гору. Я даже сам не понимал, куда направляюсь. Но когда я бежал на эту гору, я размышлял об услышанном, и в какой-то момент я оказался в присутствии Иисуса. Я его не видел, но меня охватил сильный страх Божий. Я знал, что нахожусь в его присутствии. Я ожидал, что он раздавит меня, как букашку, что он пошлет меня в пламя ада, прямо как я видел во сне. Но вместо этого, когда я начал плакать от того, что ощущал сильное обличение во грехе, и просил Иисуса простить меня, он излил в мое сердце свою любовь. Он сказал мне, что если я буду следовать за Ним все мои дни, он подарит мне захватывающую жизнь. А я ответил, Господи, я прошу Тебя, войди в мою жизнь. Стань моим Господом и Спасителем, я доверюсь Тебе. Спасибо Тебе за Твое удивительное прощение. Это был особенный момент. Я сказал ему, Господи, я не хочу жить скучно, я хочу увлекательную жизнь с Тобой, подари мне ее. И в своей благости он подарил мне именно такую жизнь, какую я и просил у него. И не только это. Он дал Тебе свой Святой Дух. Бог коснулся Тебя своим поглощающим огнем. Да, после этой встречи с Богом меня не узнавали ни родители, ни девушка. Она разорвала со мной отношения. Она хотела, чтобы я получил спасение, но не настолько. Внутри меня было Божье пламя. Я поступил в университет, и там уже на первом курсе я встретил молодежь, которая представляла христианское сообщество. Они приглашали к ним присоединиться. Думаю, это была евангелизация. Я сказал им, ребята, у вас даже больше огня, чем у меня. Вы так сильно влюблены в Иисуса. Что это? Я тоже этого хочу. Улыбнувшись, они сказали, Дункан — это крещение Святым Духом. Они уже знали, как меня зовут. И после этого я 9 месяцев, в среднем по 3 часа в день, молился за крещение Святым Духом. Через 9 месяцев я был в своей церкви в Оксфорде. У нас был гость из Уганды. Он проповедовал о крещении Святым Духом. Я вышел вперед. Он возложил на меня руки. И пока я возвеличивал Бога, я вдруг услышал, что из моих уст полился совершенно незнакомый язык. Я был так счастлив, Сид. Через 3 дня, в среду, на собрание христианского сообщества, где собралось 300, а то и 400 студентов, пришел проповедник, которому было 27 лет. Для меня, 21-летнего, он был уже ужасно стар. В конце проповеди он сказал, «Если вы желаете Духа Святого, станьте и поднимите свои руки». Мои друзья падали на пол. Дух Божий касался их. Некоторые смеялись. А я начал ощущать, что по мне словно проходит электричество. По моим пальцам и через все тело я молился, чтобы Бог уподобил меня Еноху. Он ходил с Богом, и его не стало, потому что Бог забрал его на небо. И вот в какой-то момент я ощутил, что через меня проходят миллионы вольт. Дыхание участилось. Потом стало очень трудно дышать. А потом я вдруг понял, что скоро и меня не станет. Бог заберет меня. А я не был готов. Я хотел жениться, иметь детей. И вот я начал кричать, «Господь, хватит! Пожалуйста, прекрати!» «Сила огня была что, такой сильной?» Мне казалось, я взорвусь. Но в то же время это была слава Божия, и я упал на пол. Конечно, позже я пожалел, что сказал Богу «хватит», но тогда я просто не мог иначе. Дункан имеет откровение, которому он сейчас учит других, и это откровение самое мощное из тех, которые вы когда-либо слышали. Поэтому я прошу вас внимательно послушать, в чем же заключается это откровение. «И я понял, что Бог начал открывать мне всю полноту того, что совершил Иисус, наш Мессия, придя воплоти на эту землю, и также то, что Он совершил на кресте. Все это было не только ради того, чтобы мы могли иметь жизнь вечную, хотя и для этого тоже, но Он сделал это, чтобы исполнить цель Отца. Эту цель чудесным образом описал апостол Павел в послании Коринфянам, 5 главе, 21 стихе. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Я начал осознавать, что Сын Божий стал Сыном Человеческим, чтобы Сыны Человеческие смогли стать Сынами Божьими. На кресте Иисус взял на Себя весь наш грех, забрал всех нас и буквально соединился с нами настолько, что когда Он сказал «совершилось», Он был с нами одним целым. И поэтому, когда Бог воскресил Его из мертвых, Он не мог вместе с Ним не воскресить и нас. И когда это откровение проникло глубоко в мое сердце, я вдруг осознал, что это и есть ключ к чудесам, и именно поэтому мы имеем вечную жизнь. Это и есть слава. Иисус, славный Иисус, живет в нас. Мы с Ним в Отце Небесном являемся единым целым. Бог показал Дункану новую парадигму, которая поможет вам высвобождать чудеса, как это делали Павел, Петр и даже Иисус. Будьте с нами. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Дункан, мне трудно поверить в то, что я должен сейчас сказать. Я просто прочту и посмотрим, что ты скажешь. Дункан, ты не указываешь людям на Иисуса и даже не зовешь их в церковь. Что? Я знаю, это звучит странно, все это важно, но Бог показал мне новую парадигму. Мы не просто указываем людям на Иисуса, мы сами служение Иисуса Христа. Мы не просто говорим людям идти в церковь. Мы и есть сами церковь. Бог открыл тебе новую парадигму. Он сказал, что церковь не должна подражать Иоанну Крестителю. А вот это что-то новенькое. Объясни-ка, пожалуйста. Иисус сказал об Иоанне Крестителю, что из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его. Я думаю, вот что он имел в виду. Роль Иоанна была крайне важна. Я никоим образом не хочу занизить его значимости, но церковь не должна брать его служение за образец сегодня. Он был глазом вопиющего в пустыне, а Иисус, в свою очередь, открывал этому миру Отца Небесного посредством необыкновенных знамений и чудес. Сам Иоанн не сделал ни одного чуда. Правда. Иисус не был глазом вопиющего в пустыне. Он голос множества, голос тех, внутри кого живая вода, то есть всех нас. Мы голос Божий, когда живем в единстве с Иисусом, и мы должны жить на этой земле так, как мог жить лишь Иисус, жить в близости и любви Отца, в Сыне с Духом Святым, и каждый день слышать от Бога Его тайны, то, что у Него в сердце, и проживать удивительные моменты один за другим по мере того, как нас ведет Дух Святой, потому что мы сыны и дочери Божии, и Его сверхъестественная сила будет течь через нас, чтобы мы могли видеть, как слепые видят, глухие слышат, немые говорят, и видеть, как люди в колясках встают и начинают прыгать от радости. Это и есть наша привилегия как сыновей. Позволь мне выразить это и скажи, если я не прав. Дело не в нас, возлагающих руки на больных, на слепых, глухих и хромых. Это Иисус, живущий в нас, возлагает на них руки. Поэтому это не мы делаем. Наша единственная ответственность быть послушными Богу. Все делает сам Бог. Я правильно понимаю? Да, я вижу это именно так. Я не могу. Может, только Иисус. Но без меня Он не станет этого делать, а со мною станет. Это тайна нашего с Ним единства. Ты участвуешь в самых невероятных Божьих чудесах. Уверяю, вы даже не слышали о таких чудесах. Чудеса в разных сферах, даже в том, что касается обычной погоды. Расскажи нам, пожалуйста. Да, это было нечто крайне необычное. Мы прилетели в Канберу, столицу. Джон, Кэрол, я и моя жена Кейт. Мы собирались провести пятидневную школу, на которую собрались 300 лидеров и пасторов со всей Австралии. Я вышел на пробежку, чтобы прийти в себя после перелета, и Дух Святой сказал мне, ты слышал, что сказал пастор? Австралия уже 9 лет страдает от засухи. Я хочу, чтобы сегодня во время проповеди на служении ты провозгласил, в эту пятницу, в пятый день конференции, засуха прекратится. В качестве знамения будет продолжительная гроза, и дождь буквально будет лить целый месяц, и это будет знамением для людей в Австралии, что я приду к ним в великой славе своей. Я сказал, о нет, Боже, я не хочу говорить им это. Так что же там все-таки произошло? Я сказал, ну что же, Господи, я знаю, что ты не шутишь, я буду тебе послушан. И в тот вечер я передал это слово от Бога. Я видел, как многие пасторы смотрели на меня с жалостью в глазах. О, бедняга, он зашел слишком далеко, или как раз и увидим, что пробуждение в Торонто подделка. И вот наступает пятница. В 16.00 небо покрывается черными тучами, и в 18.00 начинается страшнейшая гроза. Она длилась много часов. И затем по всей Австралии шли дожди. Во всех газетах сообщили о наводнениях. Кейт и я хотели целый месяц пробыть там в отпуске, отдохнуть с детьми, но это разрушило наши планы. Не было ни дня, чтобы не шел этот сильный дождь. Было еще много удивительных чудес. Расскажи об исцелении глухонемой женщины. О, это было удивительно. Я служил в Кыргызстане, в отдаленном регионе, в горах Тяньшане. Это опять-таки было собрание для лидеров и пасторов. Собралось 300 или 400 человек. Я проповедовал о важности прощения, и в толпе увидел женщину, которая все время показывала жестами, и я подумал, она немного странная. Я старался проповедовать, не глядя в ее сторону. Но потом я сошел со сцены и начал молиться за людей. В какой-то момент я увидел ее прямо перед собой. Она снова показала жестами то же самое. Ей 40 лет. Переводчик сказал, что она живет с мамой и со своей 16-летней дочерью. После шести попыток интенсивной молитвы, окруженной людьми, которые смотрели на это в ожидании, так ничего и не произошло. У всех людей поникли лица. И у меня тоже, конечно. Но вдруг, когда я пошел на седьмую попытку, я вложил палец в ее ухо, и она показала, что нечто произошло прямо там. Тогда я вложил палец в другое ухо, и она показала на свой рот. В тот момент Господь сказал мне «Плюнь на ее язык». О, нет! Я был растерян. Как я смогу плюнуть ей на язык еще и при всех? Я ведь могу и промахнуться, и слюна попадет ей прямо в глаз. А она ведь не слепая. Но я вспомнил, что Иисус помазал брением свои пальцы и потом помазал глаза слепому. Я плюнул себе на пальцы и затем попросил ее открыть рот. Она сделала это довольно неохотно. Я коснулся пальцами ее языка, и она тут же освободилась. Впервые за 40 лет она заговорила. Ее мать и дочь изумились. Господь сказал, чтобы она сказала то, что сама хочет сказать. Позже переводчик сказал мне, что она обратилась к матери и говорила «Мама, когда ты повезешь нас домой». Я ужасно проголодалась. Аудитория взорвалась от восторга. Я спросил Господа, а почему первое, что она сказала в жизни, это, что она проголодалась? И Господь ответил мне тут же. Она 40 лет пыталась сказать это своей матери. Это очень важно. Тебе была дана огромная привилегия увидеть Духа Святого в одной из его форм. Что ты видел? И как это на тебя повлияло? Расскажи нам. Джон и Кэррол пригласили меня на сцену. Они сказали, что хотят помазать меня в евангелисты для народов. Они возложили на меня руки, я рухнул на пол под действием Божьей силы. И в этот же миг я увидел видение. Я увидел большую африканскую равнину, и на краю горизонта я увидел крошечного человека. Это что он был весь в огне. Это был огненный силуэт. Казалось, он весь выше пояса состоит из расплавленного металла. На самом деле это невозможно описать. А ниже пояса он состоял из огня. Он посмотрел на меня, я испугался, но он расплылся в широкой улыбке и резко прикоснулся к моей груди. Он зажег меня этим огнем. Я весь загорелся. Месяцами мое тело горело. Все тело. Когда я проповедовал, люди начинали гореть так же. Когда я прикасался к людям, они начинали гореть. Они переживали огонь. Моя жена не хотела быть со мною под одним одеялом. От меня исходил жар. Вот что мы сделаем. Я хочу убедиться, что вы справитесь с этим огнем. Я попрошу Дункана помолиться о вас, потому что мы живем во время, когда ему не обязательно возлагать на вас руки. Он может просто провозгласить о том, что он сейчас описал, так же говорится и в книге Иезекииля. Я прошу вас произнести эту молитву, потому что я не хочу, чтобы вы просто верили в Бога, не имея его сил и его огня. Я хочу, чтобы вы сделали шаг вперед вашей вере и пережили встречу с Богом, личную встречу. Произнесите эту молитву. Вслух от всего сердца, повторяйте за мною эти очень простые слова. Дорогой Бог, я грешник, и я раскаиваюсь. Я верю, что кровь Иисуса омывает меня. Иисус, войди внутрь меня и стань моим Спасителем и Господом. Я отдаю тебе свою жизнь отныне и вовеки. Аминь. Дункан, смотри в камеру и высвободи огонь. Я тоже хочу попасть под этот огонь. Отец, во имя Иисуса, я прошу тебя, чтобы ты крестил славу своей каждого, кто смотрит в этот момент. Крести их своим обещанным Духом Святым и крести их своим огнем, чтобы они горели твоей любовью. Помашь их, чтобы они стали носителями твоей славы. Пусть в то время, как они будут гореть твоим огнем, их будут сопровождать чудеса и знамения. Да совершится это во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Вот и все. Многие зрители делятся своими историями после просмотра программы «Это сверхъестественно». У моего мужа обнаружили карциному поджелудочного протока. Ваша программа помогла мне пережить самые темные часы моей жизни. Я приняла решение верить Божьему Слову. И произошли перемены. Врачам удалось полностью удалить опухоль и 37 лимфатических узлов. Муж полностью восстановился. Врачи и медсестры удивляются, как здорово он выглядит. После операции никаких патологий не выявлено. Оказалось, что был удален именно центр, откуда опухоль и разрасталась. Моя семья знает, что это испытание закончилось чудом и сверхъестественным Божьим вмешательством. Ваша программа помогла мне пройти эти тяжелые дни. Большое спасибо за ваше служение. Если Бог коснулся вас через передачу «Это сверхъестественно», поделите свои истории по адресу который видите на экране. Смотрите в следующем выпуске. Иисус желает, чтобы вы пережили встречу с Его славой. Не пропустите следующую программу, в которой я расскажу, как встретила Иисуса и как вы можете пережить встречу с Ним. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше. Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если поделиться к вам, мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. Молитва — это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ ISN сети «Это сверхъестественное», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сидорота. После ряда операций один еврей оказался парализованным. Врачи сказали ему, что это на всю жизнь. Из-за этого он впал в глубокую депрессию. Но вскоре ему явилось откровение, которое полностью изменило его жизнь и помогло ему чудесным образом исцелиться. Он снова смог ходить. 25 врачей, среди которых были нейрохирурги и неврологи, так и не смогли найти этому объяснение. Если вы хотите узнать об этом откровении, заходите на наш сайт.